Сегодняшний день Святого Валентина Уже забавно, что сидят тут два радиотелеведущих Два толстых человека Два старых знакомых, которые будут сегодня рассказывать, делиться своими впечатлениями Ну, Виктор Дамтов, я думаю, вы узнали, нет смысла представлять Здравствуйте, здравствуйте А про женщин вы сегодняшние Я хочу что сказать, подожди Я хочу что сказать Я День Святого Валентина в качестве праздника не воспринимаю И я не воспринимаю Это какой-нибудь импортный праздник? Во-первых, импортный, да Результат попадал его на бабки в наше время, тяжелое, кризисное, это бессмысленный праздник, надо откосить Я чувствую больше Дело в том, что никто не заставит, я надеюсь, меня любить по указке И в тот момент, когда всем говорят, что вот в этот день надо, а вот давайте, дурацкий Валентин Я сачкую в этот день И потом, это слишком ненужные какие-то идиотки, на мой взгляд, сантименты Вот эти Валентинки, вот эти сердечки Любишь, так делом нужно доказать Да Подари машину, например Например Да, вот расскажи, как ты думаешь, нормально, в порядке вещей подарить машину? Ну, если бы мне девушка подарила машину, я не был бы против Любую причем Ну, только не ношу Да, вот речь как раз наоборот идет о том, чтобы ты подарил девушке машину Я знаю, я знаю, что, например... Вот поэтому я не жалю до сих пор, Валентин Ты должен еще чинить Это как с женщиной, вот ты женился, потом ты должен ее еще обслуживать Тут очень прямые параллели Ну, что ты имеешь в виду обслуживаться? Ну, как бы вкладывать в нее, там, маникюр, педикюр, поездки, знаешь, ну, какая-то вот эта вот муть Ну, ты просто финансируешь обслуживание Да Ты же сам руки не прикладываешь к этому? Ну, смотря о каком ремонте идет речь, понимаете, иногда, в общем, надо и проявить какое-то участие Нормально ли, в порядке ли вещей, когда женщина ожидает от мужчины подарка? Потому что, ну, на мой взгляд, есть... Конечно, нормально Дождите, должен быть эквивалент какой-то, да? То есть вот... То есть я тебе тачку, ты мне компьютер Ну, я просто не знаю Ну, понимаешь, ну, как-то я не знаю Вот одно дело подарить кольцо, да? Это, в общем, более-менее Другое дело, такого рода большой дорогой подарок, да? То есть человек претендует на какую-то отдачу, по большому счету, да? Потому что люди так устроены, сволочно, что всегда, даже делая подарок, в большинстве случаев, они даже подспудно, не задумываясь об этом, они ожидают какого-то ответа Ну, здесь психологи разных, насколько я знаю, придерживаются точек зрения, что иногда важен только сам процесс дарения, без какой-либо ответной реакции Ты понимаешь, они же все пытаются расплатиться телом Это разве плохо? Они говорят, ты мне машину, они, значит, машину с утра, утром деньги, вечером стулья, ты понимаешь? Утром машину подарил, вечером она красивая, вся в бики, ты же еще должен сходить в Дикую Орхидею в какую-нибудь, купить ей красивое белье за безумные бабки в полцены машины Понимаешь, она вся такая фифа, а ты уставший после работы пришел А белье-то зачем, объясни мне? Ну, чтобы его снять Смысл? Потом, тем более Смысл? Вот и я это объясняю, когда мы проходим мимо магазина белья Конечно, ни к чему Единственный плюс в автомобиле, собственно говоря, что, ну, это студенческая история Так Что его можно использовать в качестве, в качестве, вот, плацдарма Спального, в качестве ложа Ты вот в какой любишь? Да, любви Старик, я изрядно постарше тебя, поэтому я сейчас уже ни в какой не люблю Я уже как-то, так сказать, мне, будьте любезны, комфорт уже Ах ты какой Как-нибудь нормально На самом деле, нет, я просто, я благодарен, в моей жизни был первый автомобиль, это была шестерка Жигулей И, собственно, она повидала очень многое И, несмотря на мой титанический рост двухметровый, я сумел, так сказать, приспособить даже водительское сидение под какие-то амурные дела А с годами Ты на нем не ездил, ты на нем только Ты знаешь, она не ездила, принципиально В ней хранилась картошка, она стояла под окном, ну, как и все советские автомобили Вот, и периодически я ее оккупировал для своих амурных дел, но она заводилась при этом Ее можно было отапливать зимой, как раз заведешься, надышишь, стекла запотели, и, так сказать, и поехала А с годами я стал перемещаться вот на заднее сидение Ты понимаешь? Это вот и в бизнесе, так, сначала ты сам водитель, а потом тебя возят, понимаешь, здесь то же самое Ну, все-таки, конечно, уже не мальчик, не так удобно Мы сегодня говорим, насколько помимо, о автомобиле 14 февраля? Мы говорим, да, о влюбленных, об автомобиле любви Понятие такое странное, автомобиль любви Слушай, а есть у тебя какие-нибудь истории на слуху, может быть, ты сам, у тебя такая в жизни история случилась Когда автомобиль помог познакомиться с кем-то, из этого выросло какое-то, пусть даже, пусть мимолетное, но приключение амурное Ты знаешь, я тебе должен честно сказать, я же, в общем-то, противник машин И особенно в столице Я не понимаю, что этот человек делает в этой студии Я тоже не очень понимаю, просто мим проходил На самом деле, я же противник автомобилей Первые 6 лет, когда я жил в Москве, во всяком случае Я пользовался метрополитеном Собственно говоря, чем пользуюсь сейчас В силу тысяч причин Во-первых, потому что это удобно, во-вторых, потому что это по-европейски В-третьих, экологично и так далее Поэтому сейчас я знакомлюсь только с питерцами Это целая игра такая, когда ты едешь и ты видишь О, 98-й регион Оп, свой-свой чувак Или 78-й, например Раз-раз-раз, привет-привет, поморгали друг друга Такое братство, иногда пару раз мы знакомились действительно с ребятами На хороших машинах, выпивали Один из них даже оказался с телевизионщиком С которым мы были знакомы еще в Питере Вот встретились просто так на проспекте мира И вместе в Останкино потом сидели и выпивали Только так, пока с девушкой не клеится Как-то, ты понимаешь Но я знаю, что это очень популярный вид флирта сейчас Когда люди каким-то образом должны использовать вот это вот время стояния Двухчасового с утра в одну сторону и двухчасового вечером И на каких-то формах я встречал истории, что они вот встретились Потом они поженились Все это возможно, почему нет? Ну почему нет? С тобой такого не случалось? Со мной пока такого не случалось Если что, черная Toyota Camry в предыдущем кузове с 98-м регионом сзади В районе проспекта мира периодически курсирует туда-сюда Я готов Точно, номер ты не называешь? Я как раз просто мне жалко Я год езжу на машине и ни разу не опробовал заднее сидение Ну так какие проблемы? Мне вчера позвонил в эфир один человек Рассказывал смешную историю Он гулял по парку По-моему, Измайловский парк в Москве И про заднее сидение Ну и вдруг видят, там стоит автомобиль Приличный автомобиль, дорогой, черный, тонированный И я уж точно не помню, как торчат женские ноги Но это старая история, там летом было Торчат женские ноги И вдруг он понимает, что там кто-то занимается любовью Машина покачивается Но вдруг он слышит истошные книги Помогите Помогите, помогите Он думает, что может быть какое-то изнасилование Потому что маньяк И он подбегает, выяснилось, что там какой-то пенсионер На пятерке БМВ У которого с судорогой свело ногу И он не мог выкарабкаться с заднего сидения И девушка там бедная училась А, то есть он довел себя Ну, как бы да Кошмар какой Я-то вообще хотел говорить немножко о другом Извини, да, давай сам Я хотел все-таки в преломлении романтическом Но как-то понятно, что без любви никуда не деваться То есть это же двигатель, если не было любви Романтический, необычный, плоский, который его То тогда вообще какой смысл нам жить, чем мы отличались от животных Ну, мне кажется, что если говорить, ну, черт вы знаете Если говорить о романтической любви, то автомобиль, как кольцо с бриллиантом Ну, это, наверное, не самый лучший подарок Машину просто купить Ну, даже сейчас Согласен Да, потому что на них растут цены Ну, сейчас появилась новая история отечественных автомобилей, которые будут Спасибо, оставьте себе Отчего же Кстати, как вы относитесь к повышению пошлины? Отношусь отрицательно Тем не менее, я боюсь, что очень скоро мне придется приобрести, как любителю автомобилей внедорожных, приобрести там патриот Сейчас реально хожу, рассматриваю в качестве альтернативы УАЗик УАЗик, да Да, кстати, я обратил внимание, что эти, мы немножко отвлекаемся от темы, что эти, значит, чудные товарищи-то наши В Амурской области, по-моему, да, на днях буквально такая была показательная акция Местные чиновники сдали собственные эти самые, ну, праворукие, естественно, машины в детишкам, там, в какие-то, значит, в какие-то пригосударственные учреждения И, типа, они пересаживаются все дружно, все администрации на отечественный автопром При этом они купили патриоты И купили, естественно, Волгу Сайбер, которая, на самом деле, как она там называется, Крайслер Конкорд Ну, какая разница, да Какая единственная публичная автопром Никто 31-й Волги, сволочи, не покупали Ну, 31-я Волга, это уже... Понимаешь, Елады Калины? Нет только Волгу Сайбер На всех Сайберов не напасешься А по поводу, по поводу дарения, по поводу, вообще, по поводу Дня Святого Валентина, любви и всего прочего из этого вытекающего Вот у нас есть опрос, который, 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 который мы... Который мы привели Который, да, который привели Речь о том, что вот если у вас огромное количество денег, что бы вот тогда бы, вот Это не актуальный опрос, мне кажется, на данный момент Сейчас посмотрим Давай посмотрим, хорошо Ну, вообще, друзья, у меня BMW предпочитают, вот Очень хвалят Поэтому, наверное, какую-нибудь серию из BMW, да Автомобиль какой? Ну, что-то из Lexus, я так думаю Джип, скорее, знаете, не джип и не такой овальный То есть полу-полугрузовой Ну, наверное, скорее всего, Skoda Да, потому что, ну, только я знаю, что очень многие любят именно эту марку машины Но если бы я лично делала выбор, да, вот, не задумываясь о пристрастиях молодого человека Я бы, наверное, подарила Ford Ну, меня самый образ знает, Ford Focus Скорее, что-нибудь из ряда BMW, наверное, что-нибудь BMW X5 или Mazda CX7, что-нибудь в этом роде Да, такого спортивного варианта Потому что сейчас девушки уже стараются выглядеть солидно И автомобиль должен отличать, говорит, с требованием Вот, так что я считаю, вот так вот BMW или Mazda Ford Mustang Ну, реально, Suzuki Vitara Ну, хотела бы, конечно, Hammer Я считаю, что, в общем-то, дело не совсем в деньгах, да Наверное, такой, какой нравится, такой бы подарил Сложный вопрос, но я знаю, какой бы я автомобиль купил себе Porsche Carrera Я бы, я бы Nissan X-Trail Ну, то есть, вот, какой разброс, на самом деле, получается По треке, обратите внимание, почему только одна женщина была Мне кажется, что вы как-то у вас, в вашей программе, вы пристрастно относитесь Представите себе прекрасного пола И пытаетесь меня развести на, так сказать, на кефирамбе Нет, дело в том, что, а ты не готов петь дифирамбы женскому полу? Я всегда готов Начинай Ты понимаешь, я делаю это персонально, как правило Могу спеть тебе Вот твоя камера Нет, подожди, секунду Сейчас ты договоришься Это недорогой раз Я, кстати, обратил внимание, между прочим, мы должны Вот первый дифирамб, он же последний девушкам в первой части нашей программы В том, что вот барышня такая вот приятненькая в очочках там была Она единственная из них, из всех этих мужиков, кто, в общем, была как-то вот близка с нормальным мировосприятием Она сказала, ну, там какой-то Шкода Октавия, Шкода Фабия или какой-то там Форд Фокус Потому что все остальные, они Т-Х5, Форд Мустанг, Порш Карера Там, понимаешь, что это такое вообще? Девушек было двое, а ты хотела Хаммер Ну, Гаммер Гаммер Ну, а что касается опроса, тут все очень просто Да, о чем спрашивали Опрашивала девушка, а спрашивали о том, какой автомобиль вы готовы подарить, если у вас огромное количество денег Как будто бы не кризис Кстати, как будто бы не кризис Вот, я знаю, ты в теме Сделал небольшое такое отвлечение Ты, конечно, коснулся ли меня кризис? Я не в теме, я значительно глубже Нет, я думаю, что мы все примерно в одинаково В таком положении Наступит ли время, когда мы сможем То есть, вернее, понятное дело, что наступит Когда наступит время, когда мы сможем Девушкам дарить подарки, которые захотим И не будем смотреть, сколько у нас там денег осталось в кармане То есть, как глубоко нам еще палдить И сколько нам потом расти вверх Понимаешь, если я скажу, что в моем случае это время уже наступило Ты же спать не сможешь после этого Интересует страна вообще глобально Это, знаешь, каково? Это все равно, что рассматривать Что вот эта индийская компания ТАТО все-таки выпустит свой автомобиль за 2500 долларов Понимаешь? И ты представляешь, если каждый человек в нашей стране сядет на тачку Это же экологическая катастрофа Дай бог, чтобы этого не случилось Общественный транспорт Общественный транспорт Я тебе о другом говорю Я говорю, когда кризис закончится Когда кризис закончится, я не знаю Этого не знает никто То есть, нет людей, которые могут дать четкий ответ На то, что происходит Мне кажется, что сейчас никто никаких ответов дать не в состоянии Но когда-то закончится На самом деле, я, честно говоря, с одной стороны кризиса сильно шлепнул по попе Кстати говоря, и в плане покупки нового автомобиля, который я отложил вынужденно сейчас Правильно, а зачем тебе машина? Ты же катаешься на муниципальном транспорте Да, да Ну, я так, во всяком случае, это преподдашу теперь Понимаешь, что я не могу поменять машину А на самом деле, ну, мне кажется, что кризис очень очистил башни наших людей И, в общем, запросы Потому что, ну, ты выйди вот на улице европейского города Спроси, если у вас много денег, какую бы машину подарили свои любимые Я думаю, что единицы бы назвали там X5, Porsche Carrera и так далее Речь бы шла о каких-нибудь там Fiat, Uno, Punta и так далее Это, кстати, правильно Я считаю, что это очень правильно и очень здорово И, ну, это нормально Мы все равно к этому все придем Слушай, а если говорить о машине не как транспорте, при помощи которого ты перемещаешься в центре города, там, ну, с точки А в точку Б А транспорте любви, но не в том преломлении, о котором ты тут же подумал Я увидел загоревшийся взгляд А романтические путешествия на автомобиле? Ну, я тебе должен сказать, что, так сказать, мои родственники, у которых, в общем, достаточно небедные товарищи Они приобрели, и они могут себе позволить ездить там в какие-то отели, пять звезд, там, шесть Ну, лучше пять Они купили кемпер Отличная идея Офигенская совершенно штука Кемпер всем рекомендую, я, честно говоря, в этом не разбираюсь Какой-то кемпер дорогой достаточно, сто тысяч евро Или долларов, не помню Они у тебя питерские? Они у меня питерские Я, кажется, имею Мы питерские можем сейчас это позволить Еще не какое-то время Я представляю, о чем это речь идет Это идет, скорее всего, о кемпере не ольковном, а так называемых Ольковный кемпер Ну, есть ольковный, у которых спереди выступает такая штука Это вот, да, над кабиной водителя Да, 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 и там можно спать еще Да, вот там специальное место Как длиннобойщик Там как раз место для того, чтобы спать А это интегрированные, они делаются на базе автобусов Он сколько метров в длину, примерно? Я его не видел Просто меня поразило, они мне говорят Послушай, меня, плевать на все, это лучшее наше приобретение Кемпер, мы теперь только туда грузимся Хотя у них есть дача и не одна ближняя, дача дальняя Живут они там в Пушкине, это фактически такой, как бы, чистый И как Зеленоград, такой пригород, ну, район Петербурга Значит, но тем не менее, они падают в него И ездят всей семьей в такие маленькие романтические путешествия На недельку, например, в Финляндию Потрясающе совершенно Природа Это недорого Да, это недорого Где угодно бросился рыбка, там, грибочки, картошечка, водочка И прекрасно себя чувствуешь А ты сам путешествовал на кемпере когда-нибудь? Нет Нет, честно говоря, нет времени, но они вот все время агитируют, говорят, это ни с чем не сравнимый кайф Ну, подожди, а они, сколько им лет? Ну, там, уже 40 То есть они могут себе позволить из-за меня такой недешевого То есть не пенсионеры имеется в виду? Ну, нормально еще, достаточно активные ребята Просто мне 42, я хотел вцепиться в тебя Не надо, не надо Значит, если бы ты был прекрасной девушкой, пускай 42-летней Я, кстати, сейчас переместился на постарше Черт, о чем говорил Эфир, посвященный Дню Святого Валентина Хорошо Так расскажи, в твоем случае В твоей жизни были подобные случаи, путешествия Когда ты для того, чтобы привлечь девушку к себе Я понимаю, в качестве одного из аргументов Или одного из способов Посадил ее и увез куда-то Для того, чтобы Это не обязательно там за 3-9 земель Может, просто показать какое-нибудь красивое место в Питере Уехать куда-нибудь там на джунную Я тебе могу сказать так Я тебе могу сказать так Так как мы все-таки с тобой росли Еще фактически в другой стране Несмотря на то, что я помоложе Да, да То для меня, например, в 96-м году Сам факт наличия автомобиля Уже являлся, так сказать, большим бонусом В борьбе за симпатичных девушек А в 98-м году у меня появился еще и мобильный телефон Это был такой телефон Фора ДПС-650 Три аккумулятора И я помню, что девушки Они просто выпадали в осадок Когда я подъезжал на битой, искореженной шестерке Которая участвовала в ралли Луга И после этого не чинилась Я был совершенно первый парень на деревне У меня была единственная машина на курсе Она была обклеена? Она была обклеена Какими-то предвыборными листовками Да, потому что папа, который на ней до этого ездил Поддерживал какого-то из кандидатов В законодательное собрание Питера Ну, в общем, было здорово И вот можно было никуда не ездить Можно было просто подъехать, знаешь, посидеть в машине И девушка была твоей Это было в мое время Сейчас один мой приятель, которому там тоже 20 лет Он студент старших курсов Вот это ужасно, на самом деле Говорит, ну, у меня шестерка BMW, все бабы мои Ну, это неправильно Вот он говорит, ездил на Пятере, там родители подарили Ну, как-то так, в общем, как все А сейчас моя шестерка, все с открытым верхом Все, можно не напрягаться, ты понимаешь? Никакой романтики Ну, а можно говорить о том, что, в принципе, все это Вот таких вот загасит кризис сейчас Обоснуй, почему? Почему именно я? Все, придется сдать народу И все? Да Ну, пускай учатся с девушками общаться без автомобиля Понимаешь, когда у тебя есть машина Или когда у тебя есть состояние подарить автомобиль Слишком все просто Так в том-то и дело, что там о романтике никакой речи не идет А вот в метро какая романтика? Какая? Ну, не для этой программы Я тебе потом расскажу Забудать девушку на поездку в метро Хотя, ты знаешь, многие сейчас У меня знакомые из тех, кто там И мы, типа, мы 15 лет не спускались в метрополитен Они очень часто рассказывают мне, что они У них такие бывают романтические поездки на трамвае Или, ну, ты знаешь, мы вчера с Аней Катались на метро по кольцевой Это было так романтично Потом мы съели там по кружке картошки Ну, по кольцу кататься, мне кажется Сейчас вообще никто старается не ездить по кольцевой дороге Нет, я имею в виду по кольцу, по кольцу метро Ну, тем не менее, ну, ты понимаешь, как бы Там очень много бомжей, потому что они там спят Они вот все время в поезды поехали Ну, ты ездишь на машине, а я-то езжу на метро К середине дня они попадают Я тоже езжу на метро Дело не в этом Дело в том, что, вот, к сожалению Ну, мир, как бы, на мой взгляд, уже перевернулся с ног на голову Особенно это в Москве видно Приезжаешь в регионы, в глубинке Я недавно был приятел У приятеля, у своего друга Он в Самаре работает Там человек, я не знаю, на каком-нибудь Тойоте Авенсис, которого здесь там за человека не считают, условно говоря Там это серьезный и молодой человек Как-то ты все вот жестко Почему не считаешь за человека? Ну, какая разница, какая у человека машина? Не все же такие вот Я с тобой абсолютно согласен Я говорю о том, что, ну, мне кажется, что в столице уже Как бы у нас почему-то ценности, они как бы вот девальвированы, понимаешь? Они как-то все с ног на голову перевернуты Хорошо, ладно Еще одна попытка поговорить об автомобиле Как о транспорте любви Замечательная идея Рассказывай Мне сказать нечего Вот у меня была у приятеля свадьба недавно Ну, это катастрофа совершенно Он снял такой хамбер огромный Где вот так вот, ты раскорячившись, туда все загружаются Потом они приезжают, приехали на выкуп невесты, ты выгружаешься Выкупили невесту, загрузили Фотографируемся Приехали, вышли Пять часов эти фотографии бессмысленные Все уже хотят выпить, естественно Все там с 10 утра на ногах В 16.30 только регистрации И что, они все это время трезвые, что ли? Ну, конечно Да ладно Я все еще свидетель, мне вообще нельзя Почему нельзя? Ну, потому что, ну, как бы там Скажут, а ты еще должен не падать в салаты, так сказать Ну, это совсем другое дело До ресторана, ты понимаешь? Ну, мне кажется, что это, ну, в этом, это вообще, ну, как у всех Расскажи, расскажи здесь еще Расскажи мне о том, как выглядит лимузин «Хаммер» внутри Ни разу не был, вот не дико интересно Да как это бессмысленно? Ну, что там, как это, как это? Это вот ряды сидений Да какая-то, там то же самое, как простой лимузин Ну Все то же самое Насколько, мне особо сравнивать не с чем Сидение так, сидение так, 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 все там, все, больше ничего нет Абсолютно автомобиль нет для Заниматься любовью там неудобно Групповой Мне так кажется Ну, может Слушай, а смысл заказывать лимузин? Какой смысл? Ну, потому что Или традиция? Потому что так положено А, положено Потому что надо выкупить лиместу, потом надо заказать лимузин Потом надо приехать в ЗАГС Потом все должны искать горько И все должны поехать и нажраться И вот и все Кому это надо быть, я не понимаю Драка обязательно, должна быть драка Свадьба без драки, значит Нет, ну ладно, это уже совсем старт рейл Свидетель должен переспать со свидетницей Это обязательно Это единственная традиция, которая была соблюдена На этой свадьбе Замечательно Ты будешь смеяться Я понял тебя Нет, подожди Но, к сожалению Но, правда, не в лимузине А в домашних условиях Потому что, к счастью, в Петербурге, где это все происходило ЗАГС находится прямо напротив моей квартиры Так, попытка номер 285 И почему, вот еще одна история Я тебе рассказываю Почему я ненавижу свадебные автомобили любви Потому что я живу напротив ЗАГСа Ты понимаешь, что это такое? Нет Это не Москва, это тебе там не проспект Мира Или Садовое кольцо Это бульвар там в Питере Улица Фурштадская Наши питерские зрители, если они есть Они прекрасно знают это место Это ЗАГС номер 2 Их все это по Питере там 3 или 4 И каждые 20 или 30 минут Подъезжает Встать негде Потому что стоит там 50 этих сосисок бесконечных И каждые 30 минут Ты утром в похмелье просыпаешься Приехал отдохнуть, естественно, в родной город И там Поздравляем! Ура! 20 минут прошло Тебе плохо Я поставил стеклопакеты Не помогает Ты понимаешь? Ну, квартиру меняет Ну, пока не готов А рядом еще дом малютки То же самое Ровно посередине я живу, дом малютки и зак Тебе бы еще рядом морг И тогда весь цикл жизненный был бы у тебя на глазах Недалеко, да, крематорий По прямой Я очередную предпринимаю Бессмысленную попытку вернуть нас В русло темы Которая была заявлена изначально То есть автомобиль любви Давай посмотрим сейчас Кусочек, фрагмент фильма О том, что такое настоящая романтическая любовь И какая машина может играть роль Давай Отвернись, а то я и так собьюсь Спасибо Отверстие Тебя, ой, как мне несколько часов прожить. Листья падают в пустых садах, И куда-то все спешат в такси. Только пусто без тебя одной на земле, А ты все летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же было пусто на земле, И когда летал... Летчик один летал, французский. Так же падала листва в садах... Субтитры создавал DimaTorzok Ну, романтика, ну, романтика, понимаешь? Пустая Москва. Святое, светлое, я тебе про другое. Я тебе про то, что машина, да, в понимании многих людей, это мы же в существе хоббиты, да, нам нужна нора. И не обязательно, чтобы она большая, огромная, да, нам нужна вот, на самом деле, небольшая. Должна быть своя норка, своя пещерка, в которой ты и близкие тебе люди. И машина, кстати говоря, вот... Я же в квартире продвал, ну, каждый выбирает, что ему больше нравится. Я понял, о чем вы говорите. Ну, так продолжай. На самом деле, продолжай. Твоя была мысль. Ну, ты согласен с ней или нет? Я с тобой абсолютно согласен. И, собственно, вот мы начали, когда я рассказывал про то, что шестерка «Жигулей» – мой самый первый автомобиль, доставшийся мне по наследству, значит, и, наверное, самый любимый до сих пор, он же, в общем, решал в свое время квартирный вопрос для встречи с любимой девушкой. Ну, да. Вот с самой вот первой, такой самой, наверное, яркой любовью в моей пока еще, в общем, не очень длинной жизни, но, тем не менее, и, может быть, во многом именно из-за машины она такой и стала. Потому что, ну, сейчас как-то уже лень, там, можно в гостиницу поехать, можно в Египет, там, попу погреть пару дней или там туда-сюда, да и, в общем, и квартира есть уже не так интересна. Я даже смотрю на своего младшего брата, которому 19 лет, он студент. У него все есть, тем более он живет в Ленинграде, я живу в Москве, и он всегда может пользоваться моей в центре города, хата, полностью обставленная, там, сделанная, пожалуйста, приезжай. Нет, теряется интерес, а здесь действительно романтика. То есть для того… Это раз, это первый момент. И второй момент – это то, что, ну, вот здесь видно мечта советского человека, да? На самом деле, наверное, я бы покривил душой, говоря о том, что в Москве все перевернуло, все равно машина остается предметом вожделения, там, если говорить серьезно. Все равно, конечно, если девушке, там, дадут выбрать, что она хочет, в одни деньги, там, не знаю, в подарок за 20 тысяч долларов. Может быть, так стоило, кстати, опрос провести. Что бы вы хотели за 20 тысяч долларов? Канал автомобильный, поэтому у нас соответственно и вопрос был поставлен. Ну, я понимаю, да, я понимаю, да, но я думаю, что 9 из 10, там, или 8 из 10 барышень за эти деньги бы… Шуба? Навряд ли. Почему? Как раз к одежде, мне кажется, что у нас народ стал проще относиться, девушки, в особенности, меньше стал носить шубы, да и климат меняется. Правильно? А золото-бриллианты, может быть, но если ты уже замужем, у тебя есть там кольцо с брюликом, то, наверное, за эти деньги бы, ну, девушка бы выбрала, наверное, автомобиль. Ну, может быть, да, может быть, да. Какой-то неплохой, сейчас за 20 тысяч можно купить отличную машину, пожалуйста, приезжай, бери. И, собственно, да и в советские времена, вот, кстати, насколько я понимаю, 21-я Волга, они сидят, да, 67-й год. Мечта, мечта. А тебе не кажется, что вот этот кризис, о котором все кричат… Все, ты приезжаешь, ты на 21-й приезжаешь. Старик, ты прям все твои… До этого была победа, потом появилась 24-ка, потом появились… Ездил на победе, как-то, автомобиль любви. Конечно, конечно, ездил на победе. Вот я как-то как раз… Все хорошо, очень сложно про руль поворачиваешь. Дело было не в этом, у меня приятель купил победу, я всегда мечтал об этом, об автомобиле, но так его, естественно, не купил, как обычно, в студенческие годы. А приятель, сокурсник мой, купил, и я взял у него машину покатать именно вот свою барышню после шестерки. Я говорю, пойдем ретро, то-се, пятое-десятое. В общем, я попал в две аварии, потому что… А переключение было еще на руле? Нет, переключение было уже не помню, не помню, честно. Я помню, что дверь открывалась от балконной двери, ручка. Ну, ты ее так вставлял, открывал, погружался туда, и я впервые понял, что насколько как бы меняется мир, когда много автомобилей, что эта машина абсолютно не эксплуатируема в современных условиях, потому что нулевой обзор, ты ничего не видишь, абсолютно едешь, как в танке. Особенно сзади. А дорожная ситуация реально изменилась. Да и на 21-й сейчас ездить практически невозможно. При всем том, что машина, насколько я помню, была частично скопирована с американских аналогов. А почему сейчас невозможно на 21-й? Ну, тяжело, тяжело. Все-таки управляемость, габариты, обзорность и так далее есть. Ну, то, что касается габаритов, это не проблема, да. Можно привыкнуть к ничему угодно. Тем же самым автономом. Шприцевание тормозных систем, там, того-сего, я уж не знаю. У меня приятели использовали такое. Шприцевание всей подвески нормально было на 24-ке тоже, как иначе-то. Зато это была фактически вечная подвеска, на ней можно было… Ну, а сейчас народ покупает у меня Мерседеса, да, и девушкам своим дарит. Но по поводу новой линейки не знаю, но вот на предыдущую, например, было очень много нареканий. Дескать, стали делать пластмассовые автомобили, там, рассчитанные на 5 лет. Это раньше там какой-нибудь 124-й кузов или там 119-й, он вон ходит у людей по 30 лет. И проблем с ним нету никаких. А эти уже стандарты другие машины должны обновляться, насколько я понимаю, там где-то раз в 5 лет. Американский, по-моему, стандарт раз в 3 года. Европейцы дольше значительно эксплуатируют машины. Тем не менее. Тебе не кажется, что вот этот кризис, о котором сейчас все говорят, на самом деле это правильная штука, это правильная история, да? Не брать даже глобально, очищение экономики и так далее. Я считаю, что кризис, он тем более глобальный, отскочить некуда. Отскочить некуда. Он очищает. Ни в какие-то сопредельные сферы нельзя, ни за границу. Деньги есть, у меня у знакомых есть деньги. Говорят, нам там перевели, не знаю, 10 миллионов рублей. Я не знаю, куда их деть. Был бы валютным спекулянтом, выбросил бы на рынок, покрутился бы. Но они не спекулянты валютные. Что делать? В недвижимость падает, в производство бессмысленное, непонятно, что будет, бизнес уже давно дышит наладан. Вывезти за границу тоже бессмысленно, там тоже все падает. Вот все сидят сейчас. Да нет, надо вкладывать в недвижимость. Я, собственно, о другом говорю. Она же вырастет все. Я говорю о чем? О том, что, возможно, наступит момент, когда не будет машин. И люди опять посмотрят друг на друга. А если будут машины, то машины будут... Фигушки, фигушки, фигушки. И мой папа, который, так сказать, своей супруге подарил не саннот, а сам ездит на метро, у нас такая семейная традиция, хотя, наверное, может себе позволить автомобиль, там, значительно выше качества. И он говорит, о, здорово, сейчас появится много дешевых лексусов бывших, можно будет прихватить один. Я говорю о другом. Я говорю о том, что... Чем хороший кризис? Во-первых, он очищает голову, он немножко людей приземляет, потому что, мне кажется, в Москве люди потеряли вообще грань. Как-то между ощущением денег, зарплат, там, всего остального, если ко мне приходит студент, второкурсник летом и говорит, я меньше, чем за 70 тысяч рублей работать не буду чистыми. Тогда это было бы чуть ли не 3 тысячи долларов. Все. Ничего не умеет делать вообще. Но мы не об этом говорим. Мы говорим совсем другом. Это первый положительный момент. А второй, вчера читал любопытную статью психологи, что в кризис люди начинают уделять внимание семье. Вот то, о чем ты говорил, там, норки, коморки, пещерки и так далее, потому что действительно ситуация сложная, и люди как-то переключаются на внутренний мир и смотрят в сторону таких традиционных ценностей. И в день, в канун 14 февраля, я считаю, что это положительный очень момент. Даже если ты считаешь себя человеком сильным, все равно тебе нужно, чтобы тебя поддержали. Ты даже, тебе стыдно в этом признаваться, но... Да, да. Более того, у меня не единичные случаи сейчас, когда единственным кормильцем в семье остается женщина. Да. Понимаешь? И мужики попадают в реально очень сложную психологическую ситуацию, как дальше жить. А отскочить некуда, с чего я начал. Кризис везде, ни в своей области, ни в сопредельной, даже в три раза меньшие деньги. Фигушки. Ждите, как ты говоришь. Когда-нибудь вырастет. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. И вообще, ну, это как некая такая очищающая клизма, что ли, которая... Да. Ну, собственно, да. Но, с другой стороны, конечно, тема нашей программы «Автомобиль любви» и «Стоит ли дарить автомобили своим подругам», оно звучит несколько кощунственно. Ну, даже не о том, чтобы дарить, а о том, что автомобиль действительно автомобиль любви. Автомобиль, вот я, например, четко знаю, что у меня все автомобили, кроме нынешнего, были женщинами. То есть, я дал название имена машинам. А мне кажется, что у нас вообще, у большинства наших автомобилистов в стране до сих пор, их автомобили – это женщины. Потому что они с ними все время занимаются сексом в многочисленных гаражах. Тут без проблем. Последние три автомобиля, с ними проблем не было. То есть, ты их сразу отвозил на свалку? Нет, они... Они работают нормально, и у меня абсолютно никаких проблем не вызывают. По поведению, по манере, по отношению, ты же чувствуешь, как машина относится к тебе? У тебя такого нету? Машина чувствует, как я отношусь к ней. Я вчера ее умудрился два раза поцарапать во время парковки. Ты уверен, что... Я езжу на мужике. Люблю оседлать мужика. Почему у тебя... Ну, потому что, ну, не может большая черная машина, достаточно мощная, быть девушкой, извини, конечно. Я люблю мулаток, но не настолько. Это может быть большая, действительно, баскетболистка. Ну, я, к сожалению, в отличие от тебя играл в баскетбол, баскетболистки не стоят у меня в женском приоритете. Понятно. Я видал их достаточно большое количество, равно как и бульболист. Ну, то есть, ты разделяешь мою точку зрения? Я вообще не разделяю, я вообще не понимаю, зачем давать автомобилю какое-то имя? Ну, а ты не знаешь? Это вот, это еще, это еще один пережиток советского, советских времен. Да почему? Ну, потому что, когда приобретение машины было... Это 10 лет в очереди со всех знакомых деньги, и вот ты купил, ты моя Дунечка, ты моя Муничка, я люблю тебя. Она в 30 раз дороже собственной жены, естественно, потому что автомобиль покупался один раз и на всю жизнь в Володе. Поэтому у него сантиметровый металл в 21-й Волге, например. А сейчас, понимаете, сейчас мы быстро очень, к счастью, проскочили ситуацию, когда автомобиль стал там не роскошью, а средством передвижения, да, старая банальная истина. А сейчас мы, наконец-то, постепенно приходим, потому что в Москве передвигаться невозможно, да и во всех крупных городах эта ситуация уже. В Питере то же самое, еще хуже даже иногда бывает. Что мы отказываемся от машин, и слава богу. Я надеюсь, что индийцы все-таки не выпустят это, как и мобиль, это за 2,5 тысячи долларов, потому что это вообще тогда будет трындец. 2,5 тысячи долларов, конечно, не будет. Но они там даже нет воздуховодов, по-моему. Вот такую машину я подарю своей девушке на 14-й праве. Получи. Вот, отлично, кстати. Когда мы готовились к эфиру, да, я был уверен, что вот я просто законченный циник и понял, что нет, я дико романтический настренный человек по сравнению с тобой. Так я ни в чем твой романтизм. Я хочу тебе сказать, что я люблю свою машину, я искренне тепло к ней отношусь, вовсе не потому, что это пережиток. Я люблю свою машину. Более того, я тебе могу сказать, что я ее мою. Я мою ее 2 раза в год. Дача, нет, я мою чаще. Сколько ты что, с ума сошел? Я мою ее летом на даче самостоятельно. Это бывает. Это форма мазохизма, Володя. Да нет, вовсе. Мне приятно. Подарите мне латексные трусы и плетку. Нет, спасибо, у меня есть. Ты будешь есть и кепочку. Я тебе хочу сказать совершенно о другом. Более того, когда 4-х литровый двигатель позволяет мне в какой-то момент нажать на гашетку и выскочить, я ее... Выскочь навстречку, ты еще и правила нарушаешь. Я не понимаю, это как-то человек вообще в останки напускает. Только таких в останки не пускает, ты должен это понимать. Хорошо, ладно, мы с тобой, с этим мы с тобой решили. Хорошо, не автомобиль средства. Транспорт любви. Какой транспорт любви? Самолет. Были ли у тебя романтические истории? Рассказывай. Были в самолете. Только не сваливай сразу на общение в туалете или там на последнем ряду. А я не помню сейчас в туалете. А романтика нужна? А как ты, а в Америку как ты летаешь? Я в Америку, кстати, летал один раз. Это было очень давно, мне было лет 14. И я летел вообще абсолютно... На бомбовозе? А? На бомбовозе? Нет, это была Delta Airlines, которая, по-моему, сейчас уже прекратила свое существование. И я летел вообще один в салоне, больше никого не было. Было замечательно. Можно было курить еще. А почему один? Потому что как-то билеты не раскупались тогда. Реально один в салоне? Ну, там было два или три салона. Это был все-таки транспортный, межконтинентальный. Ну, да. Большой, по-моему, был Ил-86. Угу. И я действительно летел один или там у нас два человека было в курячем салоне. И, кстати говоря, со мной летел вот тогда, я вспомнил, а это была первая поездка за границей, мне 14 лет, я летел играть в баскетбол как раз. И со мной летел какой-то наш старый еврейский владелец какого-то кар-сервиса там в Нью-Йорке. И он мне предложил лимузин, я, по-моему, потом с ним встретил, прокатиться на лимузине. Это была первая моя поездка на лимузине. И, наверное, единственный раз, когда мне она доставила действительно удовольствие. Угу. Потому что я прилетаю в Америку, я вообще не знал день, ночь. Ты представляешь, мальчик, я Кока-Колу ни разу не пил. Угу. И меня не... Я помню, открываются двери стеклянные. Я думал, ночь, а там черные стеклянные двери, и там яркий день. Я совершенно перепутал день, и въезжает длинная сосиска лимузина в аэропорте JFK. И как раз это был лимузин, который подали вот за моим этим товарищем, я уже забыл, как его зовут. Потом мы с ним встречались через какое-то время. И вот он меня катал по Нью-Йорку, ну это был вообще... Это традиционный, этот американский длинный, знаешь, Крайслер. А, Кадиллак. На бате Кадиллак. Вот. Ну и все, собственно говоря. Вот с тех пор я несколько раз еще катался в лимузине. У меня был замечательный приятель в Питере, у которого было два лимузина, белые и чужие. Я тебя спрашивал про романтические отношения, которые возникли в самолете. Лимузин, ты бог с ним. Я, по-тем-то, вернулся к автомобилям почему-то. Но в самолете, нет, на самом деле я, к сожалению, до сих пор не вошел в так называемый клуб десятитысячников, и романтических отношений в самолете у меня не было. Я должен признаться тебе честно. А у тебя? Нет. А я вообще такой человек... Да, в общем, не стоит, наверное, об этом. Жена может в самолете. Ты человек холостой, я женатый. Давай на это мы сразу расставим акценты и переместимся в другую сферу. Так тебе, наоборот, должно подтачивать, рассказать мне, как это было. Я тебе расскажу, когда камеры выключатся. Хорошо. Ну, все, собственно. Следующий транспорт. Пароход. Пароход любви. Пароход любви. Пароход любви. Аврора катер. Пароход любви. И в прямом смысле слова у меня есть. И в свое время, значит, мне об этом проще рассказывать, потому что к машинам у меня действительно отношение утилитарное. Вот я его в себе воспитал и понял, что либо автомобиль должен быть... Ну, это предел твоих мечтаний, да. У меня есть такой автомобиль. Я хочу Cadillac Eldorado 1974 года. Его сложно купить и практически невозможно растаможить. Потому что там объем, по-моему, 7,3 литра. Замучиваешься работать. А все остальное значение не имеет. Все остальное чисто, чтобы, главное, что-то не ломалось и ездило. А вот пароход у меня есть. Много лет назад за тысячу долларов мы с приятелем купили маленькую, маленький швертбот яхту в Питере. Шестиметровую с каюткой. И, собственно, вот он стал. Яхта имеет свой угол. Пароход любви. Полоценная парусная яхта. Ни в коем случае. И там есть мотор подвесной такой для лавировки туда-сюда. Ну, люди, которые хотя бы раз в жизни знают, о чем идет речь. Вот. Нет, это парусная лодка. Потому что парус, это, конечно, романтика почище любой машины и всего остального. Вот. И, собственно, она видала много уже на своем веку. Потому что это, вот это действительно свобода. А вот ты рассказываешь мне, кемпер, там ля-ля-ля, семейный отдых. А это свобода. Ты приезжаешь в Петербурге на Бычий остров, Каменный остров. Ну, фактически центр Петербурга. Там несколько яхт-клубов. Приехал, 15 минут, 10 минут на машине от центра города, от Дворцовой площади ехал. Приехал, сел, 5 минут мотор поставил, 10 минут еще паруса, такелаж. Полчаса на все, ты с девушкой в заливе. Ну, какой-никакой, говененькое, закаканное море, конечно. Маркизову лужу у нас называется. Ну, ты один. Это паруса. А ты ходишь сам под парусами, да? Конечно, конечно. Да, они большого размера. Очень идеальный вариант для как раз для таких городов, как Питер, где очень мелко. Это шведбот, никелевая лодка, где когда там любая мель, ты его сломал. Шведбот, там швед, он ходит, поднимается. И, ну, ты понимаешь, что ты, если я скажу, что под рулю на своей, там, предыдущего выпуска Toyota Camry, пускай там со всеми наворотами, ну, а ты, говорит, поедем, я покатаю тебя на своей яхте. Я яхтсмен. Понимаешь, звучит, конечно, лодка кака, там, тысяча долларов, но, тем не менее, зато, ну, звучит гордо. И девушки, конечно. Ну, это же, это же, это же мечта, это действительно мечта. Это мечта. Ты не понимаешь, какой это кайф, какой это отдых, ничто с этим не сравнится, абсолютно. И вот эта лодка, она видела, конечно, много. Расскажи, пожалуйста, вот о лодке. Вы взяли ее на паях, правильно я понимаю? Ну, мы когда-то там взяли, тогда еще было где-то все сложно купить, понимаешь. Сейчас она принадлежит тебе или кому? Закрытый, закрытый клуб. Она сейчас принадлежит мне по-прежнему на паях с моим приятелем. Ну, самое главное, что проблема в том, что вот тот-то женился как раз и родил ребеночка, и у него нет времени для того, чтобы ее использовать, поэтому на ней катаюсь только я, так сказать, в полном одиночестве. Я вот хотел спросить тебя, а насколько... Хочешь? Что? Хочешь? Ты будешь в Питере? Тебя покатают? Нет, спасибо. Тебя покатают? Ни одного, ни одного, мы подберем тебя штурмом. Ты мне расскажи вот о чем, насколько дорого, потому что я знаю... Вообще копейки. Нет, содержание, она стоит... Копейки. Она стоит, дожди, она стоит у тебя... Рубль. Ну, как так может быть? Рубль. Содержание любого плавосредства, которое стоит на территории яхт-клуба, это серьезные деньги. Я могу тебе сказать, что абонентная плата, условно говоря, ну то, что мы платим за стоянку, членские взносы, 1200 или 1300 рублей в месяц. Мы платим их на двое, 600 рублей. Плюс ты должен ее спустить и поднять, все, это еще там 1000 рублей, два раза в сезон, чтобы... Хотя иногда мы ее оставляли и на льду. Она вмерзает. Ничего страшного, она поднимает лед и все. Ну, дважды это было, и все, без каких-либо последствий. Ну и какой-то мелкий ремонт, это на самом деле это в удовольствие. Вот, кстати, не автомобили, ребята. Если подарок на 14 февраля, который можно сделать и себе, и дам, и барышне, это какая-то маленькая лодка. На самом деле вариантов большое количество, это там класс Нива-2 или Нива-1, ну маленькое плавсредство, но в пределах, я могу сказать, что в диапазоне от 3 до 10 тысяч долларов, вот скажем так, в этой вилке, можно найти огромное количество вариантов, пожалуйста, даже в Москве. В Москве другая беда, в Москве некуда ходить. В Москве несколько... Ну, каналы и система... Ну, по системе каналов ты не можешь ходить на яхте, это парусное судно. Почему не можешь? Только мат... Ну, если у тебя есть шлюзование, есть течение, по реке нам на парусе ходить не ком-эльфо. Потому что ветер дует... Просто неудобно. Ну, просто там же судоходное движение. Ну да. И есть правило, ты должен срубить матч, ну, например, по Ниве проход запрещен, если ты идешь против течения Владожское озеро, которое является уже морем, полноценным, со штормами, там многобальными и волнами там за 5 метров, и то же самое в Москве, ты можешь гонять по водохранилищу. Кстати говоря, довольно большое количество яхт-клубов небольших и недорогих есть вот в Подмосковье в ближайшем. Да, особенно по Дмитровке их очень много. Ну, где-то, я не знаю, вот у меня у приятеля по Осташковскому шоссе вот такого же класса маленькая лодка стоит. Это все там же все. Да, 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 то есть где-то можно найти приткнуться, и сейчас вот в условиях кризиса, кстати, вот как все закручено, когда у людей появляется, может быть, сокращается количество денег, но появляется какое-то свободное время иногда, да, потому что меньше загрузка на работе некоторых. У некоторых наоборот, меньше платят, больше работаешь. Тем не менее, почему бы и нет походить в ГИМС на получить право капитана маломерного судна, это просто интересно, это всегда классно. И на самом деле мы отклонились от автомобиля. Да черт с ним, с автомобилем. Мы говорим о дневлюбленных. О дневлюбленных, и я тебе должен сказать, что самое классное романтическое путешествие, вот говоря о технических средствах, да, было у меня не на машине, не там в самолете, это было в Турции, которой многие относятся, как там, знаешь, как Турция не птица, курица не птица, Турция не за границей, да. И это было в Турции, которую я просто посмотрел с другой стороны. У меня права международного образца, дейшкипер, то есть я могу с ними приехать и взять в чартер лодку полноценную. Мы брали Бенету 50, это яхта 50-футовая, значит, то есть там 23 метра, значит, большая полноценная лодка, тиковая палуба, три каюты в каждый душ, парусная яхта, Вольво Пента движок, ну все как бы... Ну это в чистом виде парусная, да? Опять же то же самое, что и тот твой ботик, да? Ну да, только в 6 раз больше, три полноценных каюты, и все, мы брали в шестером, это было там 2 или 3 года назад, значит, это стоило нам что-то, ну что-то там, условно говоря, мы суммарно за неделю заплатили по 500 долларов сноса. Ты понимаешь, да, ты тысячу или тысячу с небольшим долларов за пару, но эта неделя полноценного отдыха на шикарной лодке, ты сам себе хозяин. Ты захотел, ты можешь в любую марину, мы прошли все Анталийское побережье, Игейское море, зашли в Грецию без виз, нас чуть пограничники не взяли за попу там. Там Родос, Книдос, там 2-3 мили между ними, два острова, одно Греция, другая Турция, ты понимаешь, уже Евросоюз, ну так это интересная история. Вот, вернулись, ощущение потрясающее, тысячи островов, тысячи островов, вот эта старая византийская культура, понимаешь, не то же самое, что в Греции на самом деле, какие-то римские, ну там же все, смесь эпох, заброшенные станции, красота, дикие пляжи, песчаные, каменистые, нет этого миллиона туристов. Ты захотел, зашел там в Анталию в какую-нибудь, или в Берег, там, или в Кимер, взял номер в отеле, если не хочешь на лодке, лодка большая, на ней, ну просто есть тонкости, надо привыкать к ночевке. Пошел, переночевал в гостинице, пошел на дискотеку, попрессал, вернулся на лодку, поспал, утром встал, завел моторчик, можно без парусов, пошел вдоль пляжа, там, не знаю, вдоль берега, на какой-нибудь остров, был, есть какой-то остров, там, не забыл, как называется, маленький островочек, на горе, любимый ресторан Ота-Тюрка, главного, так сказать, икона для любого турка, потрясающий, рыбный, вкусный, очень дешевый ресторан, добраться туда можно только морем. Пришел, красота, все Средиземноморье перед тобой. Ну что ты, это был лучший отдых, ты абсолютно сам себе хозяин. Ну, очень многие об этом говорили, во всяком случае, у меня есть, согласен, у меня есть друзья, которые люди небогатые, они владельцы яхт, но, правда, у них яхты не яхты, у них моторные катера. Но это дорогие, большие. Они, на самом деле, относительно дорогие, это другая философия. Да, ну, это факт тот, что точно так же они, 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 они моряки, то есть, не то, что моряки, они, они имеют, имеют права, они имеют, мог ходить под парус, мог ходить так, то есть, кому-то нравится так, кому-то... Капитар маломерного суда, ну, там, Шкиперман. Они отправляются сюда за рубеж, и там отдыхают. Ну, вот в наших условиях, если там говорить серьезно, то мое ощущение, что, конечно, здесь лучше иметь катер, потому что реально, я понимаю, что, ну, больше, тем более, когда она, там, ты в Москве, она в Питере, там, ты больше трех, четырех, пяти раз за сезон, а сезон у нас достаточно короткий, ты в любом случае на ней не окажешься. То есть, если пересчитать все взносы, то получается, что, конечно, я за каждый выход, там, плачу, условно говоря, достаточно дорого. Вот, но вот катер, он удобнее. В Питере, да в Москве по рекам и каналам пролетел, там, по красоте. А когда надолго, то лучше брать и ехать куда-то, потому что и качество инфраструктура. Куда там из Москвы? От одного края до другого водохранилища Пироговского какого-нибудь пулять? Или в Питере вообще пойти некуда? Ну, опять же, если... А там все, там тысячи ресторанов, каких-то интересных достопримечательностей, у меня подробные карты есть всего. Ты можешь себе на неделю составить маршрут, который бы совмещал и какие-то романтически красивые места, и рестораны, и исторические ценности, и то, и все на свете. Понимаешь? Ну, к сожалению, к сожалению, не скоро мы сможем вернуться к этой истории, потому что... Потому что и до лета еще далеко. Да нет, даже не в этом дело. Я был вчера и позавчера, я снимал в Кроксе проходят две выставки. А, катерояхт? Одна, как раз, катерояхта, и вторая, караванник, посвященная караванингу. Вот они просто взяли, поделили, в неравных пропорциях, поделили один выставочный зал, да? Очень много шикарных, офигенных, дорогущих и не очень вот этих вот катеров. В основном катера, конечно, там выставляются, да? Яхт там очень мало. Я знаю, да, это так. И небольшое количество, буквально там, восьмая часть от всего выставочной площади, это караванникс. Но караванникс, это первая выставка, которая проводится в России. Теперь расскажешь, что такое караванникс. Это вот как раз кемперы, это караванинг, да, называется? Ну, я такая. Вот, на тамошнем зарубежном буржуазном языке. И как раз, я захожу и сразу первого, кого вижу, это моего поприятеля университетского, моего хорошего товарища. Он занимается, человек тоже очень небогатого, небедного, который занимается продажей этих. И он такой грустный-грустный, яхт, катеров. Он говорит, ты знаешь, во-первых, такой бедной выставки не был там за последние, может быть, восемь лет, что ли. И говорит, ну что, а сейчас никто не берет, потому что даже люди, у которых есть яхты, они пытаются продать. Мы же про Бравовича уже слышали. Да, 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 да. Ты понимаешь, меня на самом деле в свое время поражало, потому что многие лодки, которые сюда доставляются, они идут через Петербург и гонят из Финляндии просто, потому что в Финляндии дешевле. Ну да, потом на прицепах сюда. Более того, там идиотизм. Ну, в нашей стране же все через известное место происходит. Не садись на любимого конька, у нас мало времени. Да, просто многие люди у нас вынуждены не в Питере стоять, а в Финляндии их угонят, потому что там дешевле. Так вот, в свое время меня поражало. Приезжаешь, говорят, а это там вот типа там, не помню, Алроса там, а это вот там какой-нибудь там Лукоил. Это трехэтажный корабль, там 4 миллиона долларов, там 8 миллионов. Стоят такие, где на них в Москве, куда? Вот они стоят аж пришвартованные. Потому что он только завелся, он только включил, он уже на другой стороне. Так они не используют их для того, чтобы плавать, они ведут там переговоры и отдыхают. Он стоит на приколе, ему и плавать не надо. Ну, есть замечательная фраза, известная, ее даже как-то процитировал в каком-то фильме, не помню, что от яхты получаешь удовольствие два раза. Первый раз, когда ее покупаешь, а второй раз, когда ее продаешь. То есть это проблемно, геморроидально? Наоборот, удовольствие. Но сейчас эта фраза не очень... Но когда продаешь, какое удовольствие? Наоборот, приятно, что ты можешь новую купить побольше. Ведь яхта же не автомобиль, она с годами не дешевеет, она только дорожает. Особенно яхты деревянные. Я что хочу сказать-то. Мысль-то я какую пытался донести в последней части нашего повествования. Дело в том, что сейчас на катерах-то все меньше и меньше ездить, ходить люди будут. Они будут ездить на этих домах на колесах. Вот, твои родственники поступили абсолютно правильно. Если говорить об автомобиле, как романтическом средстве передвижения, то дом на колесах, в котором ты можешь загрузить свою семью и отправиться из Москвы в Питер, а дальше в Карелию, а дальше еще куда угодно. Многие люди, которые купили недвижимость в кредит в Москве, которых скоро выселят из-за кризиса, вот для них на остатки денег, которые останутся после продажи с аукциона их жилья, а им хватит как раз на простой какой-нибудь как-то караванинг. И они туда погрузят свою семью и покинут наконец-то столицу, о чем так мечтают коренные москвичи. Дружно, полюбовно. Наконец-то вы вернетесь в Питер. У меня один приятель, который в Москве работает, у нас же здесь много, довольно серьезно, на высоком посту, он говорит, слушай, ну если нас сейчас всех погонят отсюда, к черту, он говорит, ты представляешь себе, что же в Питере будет? Кому мы там нужны? Когда все туда всей дружной сосиской вернемся. Ну вот, я же маршрутов уже проложил. Вначале до Питера, потом в Карелию, а дальше можно ехать, смотреть весь мир. Спасибо. Таким маршрутом в 17-м году люди отходили из этой страны. Я надеюсь, дай бог, мне ситуация не повторится. Ну что, итак, в результате у нас осталось буквально секунд 40. Резюмируем, что все-таки, несмотря на твой цинизм, который, как мне кажется, больше является показным, ты признался, что вот есть у тебя транспортное средство, которое вызывает романтические воспоминания. Ну, у меня есть действительно такой транспорт. Я просто не подумал сначала, что можно об этом разговаривать, а разговаривать об этом можно бесконечно. Я считаю, что автомобиль, как средство для Амуров, он постепенно отходит в прошлое. Автомобиль не является потрясающим подарком на 14 февраля. Можно пофантазировать и придумать что-нибудь другое. А лучше, дорогие друзья, яхта и подальше в теплых краях. В гостях у нас был Виктор Навотов. Это была программа «Попутчик. Гость студии». Меня зовут Володя Гаврилов. Я говорю вам до свидания, потому что программа наша закончилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова